всем привет дорогие друзья на связи координационный центр доменов ru.rf меня зовут дроздов александр сегодня мы в гостях у одной из наших компетентных организаций компании факт в рамках проекта доменный патруль координационный центр взаимодействует с 12 компетентными организациями компетентными выявления нарушений в сети интернет рад представить вам анастасию калинину эксперты группы реагирования на инциденты информационной безопасности давайте вернемся к прошедшему 2022 году и обсудим что можно было бы особенно отметить части мошенничества фишинга в 2020 году наши компании было заблокировано порядка 59 тысяч фишинговых ресурсов из них около 7000 пришлось на сегмент российского интернета что в два раза больше примерно чем годом ранее соответственно около 3000 в российском сегменте и 30 с небольшим тысяч по всему миру основные индустрии на которые направлены фишинговые атаки это финансовые организации банки соответственно социальные сети мессенджеры и почтовые сервисы из нами заблокированных фишинговых ресурсов 5 процентов где-то приходилось на российскую зону на зону ком порядка 30 процентов дальше там уже меньше вот если мы рассмотреть вот эти названные индустрии да то больше по большей части основной удар принимают на себя наверное финансовые да соответственно организации или соцсети что что в большей степени что в меньшей степени подвержено было фишингу но как правило конечно это финансовые организации банки и соответственно на них всегда больше делалось фишинговых сайтов потому что наверное это самое прибыльное дело кстати в прошлый раз когда обсуждали вспоминали а как поживают вот эти вот темы типа там фейкдейты которые мы обсуждали годом ранее она все также популярна и актуальна или на как бы сходит на нет и взамен приходит что-то новое фейкдейты по-прежнему популярны более того в двадцать втором году они вышли за пределы россии видимо с тем как и наши сограждане выезжали несколько скамерских групп было замечено которые работали по странам бывшего снг в сша европе и арабских эмиратах особенно фейкдейты становятся популярные во время таких праздников как 14 февраля 23 8 марта и вот 7 только российских группировок за эти праздники в двадцать третьем году заработали порядка 5 миллионов рублей при этом средняя цена на стендапы были от 2 до 5 с половиной тысяч средняя цена на кинотеатра было от двух с половиной до десяти тысяч и при этом вот за работу с одним так скажем человеком с одним попавшимся на это мошенничество могли списать до 50 тысяч рублей когда человек допустим понимает что что-то пошло не так он просит возврат ему говорят да мы сейчас вернем и вот так вот несколько раз якобы возвращая они забирают еще больше то есть одного человека могут обмануть сумму до 50 тысяч рублей а вот было названо 7 группировок это как вы узнали что их 7 не 5 не 10 ну если если это можно как бы рассказать ну мы просто посчитали статистику именно по 7 группировкам активно работающим в празднике так их больше нет а как вот как понять что вот не знаю вот эта группа людей это как бы одна группировка другие люди это уже не эта группировка это уже какая-то другая мошенники собираются в определенные каналы группы боты в программе там они собственно с помощью бота создают эти фейковые ссылки и то есть вот мы взяли одну эту группу них есть группы с выплатами и вот мы взяли одну эту группу попали в нее она закрытая вот и посчитали сколько сколько выплатили за этот промежуток времени денег в одной группе ну а мы посчитали по 7 насколько в этой работе важно важно взаимодействие с регистраторами насколько они оперативно отрабатывают ваши запросы и если какие-то к ним замечания или все налажено настолько отлично за эти годы что в принципе не к чему придраться принципе наверное не к чему придраться может быть мы как люди работающие 24 на 7 хотели бы чтобы регистратор допустим выходные тоже нам что-то блокировали но это уже слишком наверное так все в принципе в за сутки в зоне ru мы блокируем фишинговые сайты ну даже когда появляются какие-то всплески все равно то есть регистраторы тоже собираются и оперативно стараются принципе да да они молодцы перед новогодними праздниками было замечено много фишинговых страниц направленных на пользователей мессенджера telegram было очень много рассылок от человека которого уже сломали из вашей телефонной книге по его списку контактов вам могли прислать просьбу проголосовать за какого-нибудь родственника там племянницу дочку-внучку за ее рисунок в детском конкурсе или что-нибудь вроде того для этого нужно было перейти пас на сайт авторизоваться через telegram и ввести код который вам приходит для авторизации как обычно таким образом было много взломано аккаунтов в телеграме а что касается лотерей 100 лото и вот этих вот соответственно розыгрышей которые тоже под новый год проводится либо большом количестве либо там призовые фонды возрастают до небес а я так понимаю что вы компания факт тоже участвовала в этом проекте как с точки зрения контроля за привить за проведением про эту часть можете рассказать и можно заодно рассказать наверное и про фишинг на тему розыгрышей соответственно денежных призов до в этом году как несколько лет до этого специалисты нашей компании следили самым крупным розыгрышем году новогодним миллиардом они проверили что в лотереи участвовали именно продаванные билеты с регистрированными комбинациями то наш специалисты проверили сравнили хэш суммы дампов базы до проведения розыгрыша и после и тем самым удостоверились что в розыгрыше принимали участие только проданные билеты за двадцать второй год мы также заметили увеличение различных фишинговых и мошеннических сайтов направленных на бренд 100 лото и было их заблокировано порядка 38 тысяч для сравнения в двадцать первом году их было заблокировано порядка двадцати трех с половиной тысяч в текущем году мы также видим что рост количества мошеннических фишинговых ссылок направленных на бренд 100 лото продолжается появляются новые схемы новые виды этих сайтов мошеннических и мы продолжаем по ним работать блокировать оперативным давайте рассмотрим типичные фишинговый сайт на русское лото 100 лото так вот выглядит первая страница здесь предлагают получить билет тысячи бесплатных билетов участвовать юбилейный розыгрыш нажимаем кнопку получить билет и нас сразу же перенаправляет на другой сайт на котором собственно расположен сам фишинг здесь начинается регистрация подарочного билета это не быстрый процесс пока здесь все прокрутится вот наш выигрыш якобы составил 224 тысячи рублей теперь если мы нажмем перейти к получению приза нам предложат ввести данные банковской карты точнее не сразу предлагают их ввести предлагают либо онлайн выплату на карту наличный перевод почтой получения в офисе что сразу же показывает что недоступно здесь скорее всего недоступно будет здесь нужно ввести номер карты вводим что-нибудь вводим нас перебрасывает на платежный шлюз поддельный сумму которую мы должны оплатить чтобы получить выигрыш свой якобы пошлину вот здесь нас требует уже ввести все данные карты нашей вводим вот теперь нам говорят что карты не существуют или просрочено но все наши данные уже улетели мошенникам какие тенденции можно уже отметить произошли за практически половину 2023 года и что по ощущениям будет рост до конца этого года у нас вообще из года в год количество фишинговых мошеннических ресурсов растет и от 23 года мы ничего нового не ожидаем в этом плане соответственно ожидаем по прежнему рост по ощущениям до сегодняшнего момента по-прежнему скорее всего банки это самый активный сегмент так скажем банки и российские и банки ближайшего зарубежья снг очень много используется в мошеннических и фишинговых схемах анастасия расскажи пожалуйста про статистику обращений пользователей на горячую линию и там цифры опять же наблюдение зависимости от праздников как меняются какие всплески бывают перед праздниками конечно же количество обращений от пользователей к нам через горячую линию увеличивается наверное в разы перед новогодними праздниками пришло порядка 1200 сообщений за пару недель в сравнении с этим уже в январе феврале за два месяца пришло всего лишь 780 обращений 54 процента из обращений которые приходят к нам приходят именно от пользователей сети от физических лиц от организации соответственно обращений даже меньше все обращения от пользователей мы оперативно обрабатываем у нас работает команда 24 на 7 без праздников без выходных то есть любой пользователь сети может обратиться к нам в рамках нашей компетенции в зоне ру рф мы оперативно поможем с блокировкой мошеннического фишингового сайта обратиться к нам можно через форму на сайте по почте которая также указана на нашем официальном сайте или позвонив нам по телефону когда обращение пользователя находится не в зоне компетенции вашей организации что предлагается пользователю в таком случае делать куда ему обращаться если вопросы пользователя не входят в наши компетенции мы всегда посоветуем обратиться ему организацию более компетентного в этих вопросах например в правоохранительные органы или в роскомнадзор кажется все что мы хотели обсудить мы озвучили давай наверное тогда в завершении дать им несколько рекомендаций нашим пользователям зачастую это эти рекомендации из раза в раз они повторяются но кажется в данном случае как раз повторение но будет только на пользу пользователям мы всегда говорим чтобы люди обращали внимание на домен на сайт на которой они приходят на его название если у вас что-то вызывает подозрение вы не уверены что этот сайт еще раз поищите как следует в официальных источниках посмотрите найдите официальные группы в социальных сетях и уже оттуда возьмите официальный сайт будет полезным пользоваться хуис сервисами соответственно можно посмотреть в этих сервисах когда домен зарегистрирован на кого как правило зарегистрирован и если домен пару дней то очень большая вероятность что этот сайт будет мошенническим или фишинговым потому что все наши основные организации на которые направлен фишинг например банки они существуют не первый год и их сайты существуют не первый год и домены старые фишинговые сайты же как правило не живут много дней и там даты их регистрации скорее всего будет пару дней ранее также стоит обратить внимание на организацию на которую зарегистрирован данный домен как правило фишинговых сайтах это либо какое-то физическое лицо может быть даже с вымышленным именем либо вообще скрыто этот это поле этот момент а также всегда очень аккуратно относитесь к ссылкам которые вас вам присылают особенно незнакомые люди в социальных сетях мессенджера как правило эти ссылки скрыты под сокращателями ссылок то есть вы сразу же в сообщении не увидите на какую вы ссылку переходите поэтому обязательно смотрите конечный ресурс на который вы попали проверять ссылки доменные имена и вообще желательно не переходить ни по кем ссылкам от незнакомых людей сначала познакомиться а потом переходить по ссылкам большое спасибо анастасия за такую интересную лекцию за подробные цифры и вообще за то что мы окунулись в предыдущие годы вспомнили что там происходило и как-то это попробовали сравнить уже с практически прошедшей половиной 2023 года заключение наверное хотелось бы всем от себя тоже напомнить что нужно сто раз проверить с каким ресурсом вы имеете дело использовать критическое мышление никому постараться незнакомым людям по крайней мере не передавать свои персональные данные и не переводить оплаты на сомнительных ресурсов напомню что наша с вами безопасность в интернете зависит только от нас будьте внимательны